Козероги! И снова здравствуйте! Меня зовут Ева Лехцер. Рада вас приветствовать на своем канале. В данном видео хочу вам предложить Тороскоп на август 2018 года. Расклад по традиции покажет вам общую атмосферу месяца и события, которые наиболее вероятно проиграются у вас в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. И карты дадут вам совет, как наиболее благоприятно или продуктивно провести данный месяц. Хочу напомнить, что расклад выполняется для широкой аудитории. Он не является индивидуальным, поэтому 100% он не может проиграться для всех. Плюс многим из нас необходимо смотреть Тороскопы не только по знаку своего зодиака, но и по асценденту в натальной карте. Поэтому учитывайте и этот момент. А теперь, пожалуйста, расслабьтесь, настройтесь на расклад, проговаривайте свое имя, дату рождения и будем смотреть, о чем же нам вещают Арканы. Итак, общая атмосфера месяца, события в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет. Итак, давайте смотреть. Общая атмосфера месяца. Туз Пентакли. Ну, карта замечательных возможностей. Это карта успеха. Это карта удачи. Карта новых начинаний. Вообще, ну, в старинных толковниках, говорят, если падала эта карта, после нее больше ничего не смотрели. Никакие Арканы. Потому что карта богатейших перспектив, материальных благ, разрешения каких-то проблем. Это, знаете, все идет под эгидой начинания. Причем начинания такого, знаете, материального, прочного, стабильного и с заделом на будущее. Масть земли, масть материального. То есть все то, что вы делаете, даст вам прочный фундамент. Что вас ожидает в плане работы? Так, здесь у нас падает перевернутая четверка мечей. Ситуация активных действий. То есть если на текущий момент вы безработны, это однозначно активный поиск работы с перспективой трудоустройства. То есть, по крайней мере, по этой карте идут активные действия с вашей стороны. И есть вероятность успешно пройденных собеседований. Если вы являетесь наемным работником, то, знаете, это как вкладывать все силы для перспектив, для личного развития. У вас появятся новые амбиции, у вас появится мотивация для того, чтобы зарабатывать больше, либо продвинуться по карьерной лестнице, либо улучшить свои условия труда. Если у вас свой бизнес, то это однозначно, знаете, как вывести его на новые горизонты, на новые перспективы, расширить свою клиентскую базу, либо сферу влияния. Потому что карта четко говорит о ситуации продвижения. Что вас ждет в плане финансов? С финансовой точки зрения перевернутая четверка Пентакли, это, знаете, как желание закрепить достигнутые результаты. То есть, не приумножить сейчас, а вот закрепить то, что вы получили. То есть, возможно, ну, как вариант, я вам просто утрированно объясняю. Например, до этого у вас был там заработок ежемесячный 5000 долларов, вы раз, стали получать 10 тысяч долларов. И вот ваша задача закрепить вот этот вот результат. То есть, вы пока, понятно, что в перспективе захочется зарабатывать больше, но вот на текущий момент ваша задача вот удержаться именно в таком состоянии, на плаву, чтобы удержать этот заработок на ежемесячной основе. Что вас ожидает в плане здоровья? Так, перевернутый отшельник. Ну, перевернутый отшельник сам по себе это указание на, скажем так, обострение каких-то хронических заболеваний, которые имели место у вас быть. Либо в целом, то есть, заболевания, которым вы знали, но не придавали значения. Потому что, знаете, как махнули на себя рукой. Ну и в целом, это карта заболевания опорно-двигательного аппарата, либо воздушно-капельных инфекций. Поэтому обратите, пожалуйста, на это внимание. Если у вас действительно имели место быть какие-то проблемы с опорно-двигательным аппаратом, постарайтесь предпринять какие-то профилактические меры. Что вас ожидает в плане личной жизни? Ну, перевернутая шестерка кубков. Если у вас отношения, то это желание укрепления связей, это желание перевести ваши отношения на более новый, более позитивный уровень, желание семьи, сожительства, рождения детей. Если вы в ссоре, это 100% карта ностальгии, воспоминаний. Это желание помириться. Это сама по себе ситуация, знаете, как возобновление отношений. Если вы на текущий момент одиноки, то это, знаете, как проблема в том, что вы циклитесь на прошлом. Потому что воспоминания в этом случае вас еще не отпускают, еще тяготят вам душу. И вот из-за этого, у вас не потому, что у вас нет поклонников, да, или поклонниц, а вот из-за того, что вы эмоционально очень сильно зациклены на прошлом и не можете его отпустить, то вы никого не видите и не замечаете в настоящем. И, соответственно, не можете ни с кем построить отношения. Но с позиции совета, о чем вам говорят карты, что они вам рекомендуют, здесь у нас падает перевернутая двойка мечей, сам по себе Аркан говорит, подходите ко всему не только с точки зрения логики, но и с точки зрения чувств, да, то есть пытайтесь сопоставить вот эти вот два качества, и чувства, и логику, чтобы принять какое-то верное решение. Почему? Потому что двойка мечей сама по себе, вот эта ситуация двойственности, она указывает на риск, знаете, как быть обманутым собственным чувством покоя, потому что это скрытые проблемы, которые могут проявиться в ближайшем будущем. Потому что здесь вам нужно по этой карте отказаться от вовлечения или быть вовлеченным в любой конфликт, то есть в какую-то напряженную обстановку. Сам по себе Аркан всегда вещает ситуацию, это, знаете, как перемирие, несмотря ни на что, невзирая на здравый смысл. И с позиции совета, как говорит Аркан, то есть сделайте все от вас зависящее, чтобы продемонстрировать свою готовность к мирному решению проблем и, соответственно, воздержаться от любого конфликта. То есть девиз этого месяца, знаете, перемирие. Перемирие, несмотря ни на что, то есть отсутствие выяснения конфликтов, каких-то взаимоотношений, то есть идти, скажем так, на мировую любым способом. Это вам принесет новые возможности, перспективы, ситуацию примирения и каких-то активных и благоприятных действий на работе. Вот таким для вас получается месяц козерожки. Надеюсь, для вас он придет крайне успешно, крайне удачливо. Ну а для тех, кто хочет получить мои консультации в индивидуальном порядке, на платной основе. Ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Ну а я искренне вас благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч!